Сегодня у нас проходит полуфинал конкурса звездами шлем в Беларуси. Это гастрономический фестиваль, цель которого найти талантливых ребят, найти талантливых поваров и помочь им искать вдохновение, находить его, становиться еще большими профессионалами. Будут отобраны счастливчики, лучшие повара, которые готовят, по мнению жюри, лучшую пасту. Чья паста удовлетворит взыскательное жюри, получат невероятный шанс поучаствовать в мастер-классе от братьев Чирея, обладателей трех звезд Мишлен. Я не знаю, чему у них можно поучиться, я думаю, только вдохновиться можно, потому что учиться еще, чтобы дойти до этого уровня, нужно многое-многое еще сделать. Итальянцы славятся своей простотой и вкусом. Сегодня у меня будет сливочная паста с петрушкой и в дополнение будет курица, обжаренная в меде и трава. Казалось бы, очень простое блюдо, что его готовить, но очень много есть нюансов. Нужно соблюдать технологию, чтобы не переварить пасту, чтобы сделать шелковистый соус, чтобы не замешивать никаких лишних ингредиентов, чтобы соблюсти тот самый традиционный вкус карбонары. Мы надеемся, что сегодня наши повара смогут привнести что-то свое и удивить нас, открыть какие-то новые сочетания, открыть какие-то новые вкусы. Меня зовут Дарвин Андрей, я из кафе Энса и сегодня я готовил классическую пасту карбонар. Приготовлении пасты на самом деле никаких сложностей, особых секретов нет. Отварить макароны, пожарить грудинку, смешать все ингредиенты, замешать соус, довести до вкуса. Каждый должен найти себя в своем. Кто-то пусть делает классику итальянской кухни, кто-то пусть находит корни белорусской кухни и совершенствует ее. Ты смотришь, пробуешь, щупаешь, понимаешь, где ты прав, в чем ошибка, какой должен быть вкус у блюда. Нужно научиться любить местные продукты и стараться готовить из них, а не заморскими ингредиентами. Получайте удовольствие, потому что вы делаете, мир сам удивится. Вы приходите в заведение, у вас загруженный день, тяжелый. И насколько вы покушаете в заведении, настолько и сложится ваша судьба. От того, как случится ваша судьба, случится судьба человека, которого вы сфотографировали. А может он решает мою судьбу. Кажется, да, просто блюда на тарелке. А это великое дело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!